Талантливая и целеустремленная молодежь при Иртышье реализовывает себя не только в родном Павлодаре, но и в других городах Казахстана. Мы пообщались с нашими земляками, которые однажды решили покорить столицу. Перед молодежью в стране открыты все двери. Принцип открытости лежит в основе всех проектов, которые государство сегодня создает для молодого поколения. Живя в Павлодаре, Аяжан Курманова активно занималась волонтерством. Переехав в столицу два года назад, продолжила его развивать. Волонтерством я занимаюсь вот уже 9 лет. Я начинала еще в Павлодаре, будучи студенткой на втором курсе. И у меня такая была некая волонтерская карьера, скажем так. Я доросла до руководителя волонтерской организации. Более 150 человек курировала во время Астана-экспо в том числе. И вот два года назад, когда я переехала, я понимала, что хочу, несмотря на то, что мне пора строить карьеру, я хочу, чтобы волонтерство всегда оставалось моим образом жизни, неким даже смыслом помогать людям. Аяжан отмечает, что не она выбрала волонтерство, а волонтерство ее, которое стало неотъемлемой частью ее жизни. Сейчас она разрабатывает сайты поддержки для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы решили организовать такую интересную инициативу, как создание сайтов. Это то, что как раз таки мы можем помочь в реализации со стороны именно IT-сферы. Сейчас мы разрабатываем сайт для дома мамы. Как он может быть полезен, например, в том, что потенциально женщина, которая подверглась домашнему насилию, если она не знает, куда обратиться, она может найти такой сайт. Гайнель Хаят Машрапова делится, что знания и опыт, которые она получила в родном городе, помогли ей получить желаемую должность столицы. Я действительно три с половиной года проработала на госслужбе. После Павлодара я работала в Министерстве здравоохранения в пресс-службе. И в какой-то момент я решила просто попробовать что-то новое, так как сфера IT, она сегодня является одной из самых актуальных, самых востребованных. И я поняла, что хочу узнать для себя, что это такое, что такое новые технологии, что такое цифровизация. Гайнель делится мыслями, что каждый, кто приезжает в столицу с позитивным настроем и желанием улучшить мир вокруг себя, в любом случае принесет пользу городу и найдет свое место. Так же считает и Абай Оахид. Нур-Султан – город больших возможностей. И очень важно использовать и не упускать эти самые возможности, которые преподносит тебе судьба. Здесь я прилагаю все усилия, поскольку хочу внести свой вклад в развитие и процветание нашей страны. Нур-Султан Абай работает консультантом в школе политического менеджмента партии Нур-Атан. Но в планах у молодого человека вернуться в Павлодар. Мне хотелось бы набраться опыта и новых знаний в столице и вернуться в Павлодар через пару лет, чтобы внести что-то новое. Таким образом, принести пользу родному городу. Ребята говорят, что не важно, где ты находишься и кто ты есть. Важно не забывать, откуда ты родом и всегда приезжать в родной город. Подробнее о наших земляках смотрите в 19.35 в программе «Жастар Киезет». Кристина Каспирович, Амир Илланулы, РТС Ахпарат.